всем привет вы на канале мер геолайф и перед началом этого ролика я хочу задать вам несколько вопросов вы верите в существование дорог смерти а может быть раз на которых происходят необъяснимые вещи а может быть вы лично стали участником такого аномального явления тогда этот ролик для вас я специально приехала в город ульяновск чтобы посетить одно из таких мест дело в том что я там буду не одна со мной в паре будет человек который возможно прольет свет на природу таких явлений друзья я прошу вас пожалуйста будьте корректными в комментариях ведь мы стараемся для вас но мы начинаем ну что друзья я уже выгрузилась в городе ульяновске и сейчас поехал в очень необычное место которое находится после объездной города ульяновска в сторону сызрани не доезжая до поворота на новый ульяновск это участок дороги приблизительно в один километр сразу после объездной и до поворота на плодовый узнать его довольно легко с правой стороны тянутся яблоневые сады местные жители говорят что здесь шалит леший происходят частые аварии водителей могут сами по себе отказать тормоза или повернуться руль в ту сторону в которой даже не планировал шофер также здесь бывает сгущается непроглядный туман и что же здесь происходит и вообще если аномалии этого места в этом мне поможет разобраться валентина у валентина есть свой канал на ю тубе я думаю что она немножко сама расскажет про себя кто она чем она занимается и что сподвигла и на эту встречу знакомьтесь валентина кого-то здравствуйте валентина расскажи о чем твой канал сама по себе я человек сенсорик человек сенсорик это человек который обладает сверхспособностями и сверх возможностями и люди сенсорики они своими способностями пользуются по-разному кто-то лечит людей кто-то исцеляет ауру людей кто там снимает порчу или наоборот наводит порчу но я своими сверхспособностями пользуюсь для того чтобы расследовать необъяснимые события в жизни человека например почему слетают крестики на шее почему постоянно теряются часы почему часы на руке останавливаются почему людям плохо с обручальными кольцами почему когда они одевают обручальное кольцо очень часто замечают в семье в ссору а когда снимают кольца то ссоры в семье прекращаются почему человека преследует какие-то неурядицы в жизни почему кому-то везет а кому-то не везет и вот все такие необъяснимые ситуации и события в жизни человека я расследую и рассказываю на своем канале но насколько я знаю что ты занимаешься не только проблемами человека но еще расследуешь тайны городов и тайны мест да так и есть эту способность себе я выявила недавно когда у меня был тур по россии я объехала 9 городов за полтора месяца и я выяснила что я могу считывать информацию с города и могу узнать тайну города могу узнать что он в себе хранит естественно при удобном случае когда я казусном городе я стараюсь выявить ту или иную его особенность ир тоже рассказать на своем канале меня вот как водители интересуют вообще вот такие участки дорог на которых происходит аварии чаще чем на остальных трассах причем это никак не связано с дорожным покрытием это никак не связано с ландшафтом то есть вот есть участок дороги прекрасное полотно прекрасная видимость но здесь происходит аварий происходит странное стечение обстоятельств когда у машин сами по себе отказывают тормоза руль может там вывернуться в другую сторону и с этим явлением причем они могут что-то видеть то есть у меня есть мои коллеги которые рассказывали о том что действительно ночью на трассе там видели каких-то существ непонятных и можно конечно это расценивать и как байки и как россказни и как галлюцинации когда человек уже у него он хочет спать и он видит какие-то вот непонятные вещи но мне бы хотелось разобраться действительно ли что-то такое ну существует паранормально аномальное за гранью с чем люди сталкиваются в таких местах да я поняла на самом деле вопрос очень правомерный потому что очень много есть мистики а есть очень много мистификации когда мистика выдумано с какой-то целью например на озере байкал есть остров ольхон и там есть знаменитая достопримечательность скала шаманка его 10 лет назад и и спокойно посещаешь и ничего нет а вот сейчас когда экскурсоводы водят на эту достопримечательность на эту скалу шаманка они говорят не ходите туда очень долго не находитесь ничего особо не трогайте там живет злой дух он вас там проклянет покарает и так далее и у меня как у следователя возникает вопрос а чего вдруг за 10 лет этот злой дух там образовался и выяснилось что экскурсоводы намеренно придумали эту байку про злого духа для того чтобы сохранить вот эту культурное природное наследие потому что каждый приходит и считает своим долгом написать что здесь был вася что я из новосибирска взять кусочек камушка и тем самым вот это природная достопримечательность она разрушается и экскурсоводы придумали вот эту мистификацию наличие злого духа чтобы люди были в страхе не слишком долго находились в этом месте и с какими-то легендами дорогу тоже могло бы быть также и когда ты мне предложила поехать какое-то место в первый мой вопрос был что да вот есть такая дорога на ней вот такая легенда вот это выдумка что здесь есть леший чтобы водители не останавливались и не воровали яблоки и здесь потому что здесь я была не висады чтобы они выставили да то есть это выдумка чтобы люди не воровали эти яблоневые сады или это действительно мистика и к моему удивлению я обнаружила когда уже заранее расследовала для нашей встрече это тема выяснилось что аномалия здесь действительно есть и она действительно влияет на водителей и она Она действительно создает вот те транспортные происшествия, которые здесь и происходят. Самое интересное для меня было узнать, что вот именно вот это место, вот с этой аномалией и называется Симбир. Если кто-то не знает, старое название города Ульяновск – Симбирск. И когда ты въезжаешь в Ульяновск, у него везде написано два названия – Симбирск-Ульяновск. На всех остановках, на всех плакатах, на рекламных баннерах написано Симбирск-Ульяновск. И мне было удивительно узнать, что город назван именно из-за вот этого места с аномалией, что именно вот это место есть Симбир. И когда строили город в окрестностях этого места, его и назвали в честь этого места. И я, естественно, это расскажу. У меня мурашки по телу побежали. Это плохо, нет? Нет, просто мурашки побежали. Прочувствовалась моментом. Да, прочувствовалась. Ну что, друзья, настало самое время выйти из машины и очутиться как раз непосредственно на этом месте. Да, потому что аномалия здесь точно есть. Но вот лично мне интересно, мы с Катей это сможем почувствовать, скажем так, кожей, мурашками, волосы дыбом? Или мы никак это не ощутим? Ну что, пошли? Мы немного отошли в сторону от дороги, потому что там шумно. И даже здесь видно, ну, небольшую дымку. То есть тумана нет, но какая-то вот дымка есть. Вообще, я бы так вот, если бы ехала, не сказала бы, что место какое-то аномальное, потому что, в принципе, ровный участок дороги, деревья. Но для меня это место не отличалось бы от остальных. То есть если бы вот я просто ехала в рейс, я бы, наверное, его проскочила, и, ну, и все на этом. Да, абсолютно непримечательное место. И по ощущениям, вот лично у меня, ничего нет. У тебя есть что-то? Чувствуется? Ну, красиво тут. Чувство красоты, да? Ну, есть вот дымка какая-то. Дымка, да. А вот какое-то вот, чтобы прямо вот именно бывает кто-то на вибрациях, какие-то вибрации чувствует, вот такого нет. Ну, при этом аномалия есть. Но именно вот в ощущениях такого не прослеживается. Обычное место, по нему хочется прогуляться. Да. И посрывать, да, покушать яблочки, да. Валентина, ну, расскажи нам, какую же здесь аномалию ты выявила в ходе расследований? Вообще здесь выявилась очень интересная история. Она как бы, в принципе, проста и незамысловата, но она интересна. Когда я просматривала вот этот участок дороги, то я увидела, что вот на этом отрезке стоят как бы два таких дорожных столбика, и между ними идет вот такая вот волна. Знаешь, вот как помеха волна, или как звуковая волна, или может быть, как электрическая волна. Как электрошок, допустим. То есть, получается, она невидимая. То есть это для обычного человека это неощутимо. Для человека это невидимо и не ощущается. Но именно вот эта вот волна электрическая, она и создает ту аномалию, из-за которой здесь глохнут машины, люди как-то не так реагируют, у них искажается восприятие действительности, они могут как-то, им что-то может померещиться на дороге, они могут вывернуть руль, и из-за этого, собственно, идет столкновение или авария. То есть именно вот эта вот волна помеха, вот на этом участке, она и создает вот эти аварии. Естественно, у меня у следователей возник вопрос, из-за чего были установлены вот эти вот столбики. Потому что они выглядят как государственные дорожные знаки. Вот знаешь, как столбы, они пометкой там, как черно-белые такие. А, населенный пункт. Да, да, типа такого, да. То есть видно, что это как бы, скажем так, государством установлена помеха. Имеется в виду, что в параллельном мире, скажем так, живут ангелы, у них есть свое правительство, и вот они на государственном уровне установили на этом участке дороги вот такую помеху, которая вызывает вот эти транспортные происшествия. У меня возник вопрос, из-за чего, для какой цели была поставлена вот эта помеха? Выяснилось, что это было сделано для наказания. То есть вот эта помеха для того, чтобы наказывать всех тех, кто проезжает через этот участок дороги. У меня возник следующий вопрос. Какой тип наказания? Потому что существует три типа наказания. Это возмездие, это месть и это воздаяние. Это все три разные типа наказания. Возмездие – это аналог нашего штрафа. То есть когда человек что-то нарушил, ему выписывают штраф. Ты должен заплатить за нарушение. Вот возмездие – это плата за нарушение. Поэтому стоит слово возмездный. То есть безвозмездный – это бесплатный, возмездный – это платный. И платят, как правило, временем. То есть, если назначают тип наказания «возмездие», то человек всегда тратит на что-то время, на то, что он не планировал. Например, ты планируешь поехать в Ульяновск, у тебя что-то случилось, и ты тратишь время на простой, на ремонт и так далее. Это я сейчас примерно говорю. То есть, возмездие – это всегда потеря времени, трата времени. Месть. В слове «месть» стоит слово «место». Такой тип наказания назначается человеку, который совершил что-то плохое в отношении другого человека, причинил ему вред. И для того, чтобы нарушитель прочувствовал то, что он сделал, его ставят на место вот этого человека, на место того, кому он причинил вред. Понятна мысль? Да. То есть, именно тип наказания «месть» назначают для того, чтобы человек прочувствовал то зло, которое он причинил другому. И еще «месть» – это когда склоняют благо в другое место. Например, живет богатый человек, бедный человек, и богатый человек обижает бедного человека. И вот для того, чтобы богатый прочувствовал, каково это, то благо склоняют в пользу бедного человека, меняют местами. То есть, богатство меняют местами. Теперь богатый не богатый человек, а богатый и бедный человек. А богатый сидит и смотрит, и вот как сложилась ситуация. То есть, месть – это когда благо склоняет другое место, когда человек оставит в ту ситуацию когда он прочувствует то что он сделал вот эта месть и третий тип наказания это воздаяние в слове воздаяние стоит слово даяние то есть это то что тебе дают для какого-то пользования воздаяние это возвратное даяние то есть когда назначает тип наказания воздаяние это у тебя отнимает то что тебе было дано из-за того что ты неверно этим воспользовался например тебе дали отвертку для того чтобы ты ею крутила болты а ты берешь эту отвертку и начинаешь ранить людей и из-за того что ты неверно пользуешься этим инструментом у тебя отнимают то что тебе было дано это есть воздаяние и у меня возник вопрос какой тип наказания был установлен на вот этом участке дороги возмездие месть или воздаяние и выяснилось что воздаяние то есть вот эту аномальную помеху вот эту электрическую помеху здесь установили для того чтобы наказывать людей путем отнимания того что им было дано из-за того что неверно этим пользовались соответственно возникает следующий вопрос а что было дано и чем люди неверно воспользовались что теперь у них это отнимают и оказалось что у людей отнимает такую вещь как успех потому что люди неверно этим пользуются когда люди достигают успеха они начинают покупать золотые унитазы бриллиантовое белье mercedes и еще что то то есть когда люди достигают успеха они неверно начинают этим пользоваться когда человек достигает успех он должен успехом пользоваться таким образом он должен помочь другим стать успешным либо он должен дать возможности чтобы люди просто решили свои проблемы, а не покупать вот эти вот бриллиантовые унитазы, непомерно дорогую одежду, белье, непонятные машины и так далее. То есть успехом нужно пользоваться правильно. Из-за того, что люди неверно этим в свое время воспользовались, на этом участке дороги установили вот эту волновую помеху, чтобы люди, проезжая здесь, именно останавливаясь здесь, у них отнималась вот эта вот такая вещь, как успех. И успех, он выглядит как зернышко успеха. То есть человек может быть неуспешен, но у него есть зернышко успеха, и при правильном поливе он станет успешным. И вот эта вот аномалия, она работает таким образом, она создает какую-то поломку в автомобиле или у путника, человек останавливается, и пока он стоит и думает, что куда позвонить, у него и изымается вот это зернышко успеха. Независимо от того, проросло оно или не проросло, изымается. То есть то, что мы сейчас стоим, это вредно. Это было вредно до того, как я не решила этот вопрос. Сейчас, после того, как я разобралась с этой ситуацией, эта аномалия отсюда убрана. И на нас с тобой, если у нас есть с тобой зернышки успеха, на нас с тобой это никак не отразится. И на любом другом человеке уже после вот эти времена, уже это никак не будет отражаться. И на старом языке слово «успех» звучит как «сима». Поэтому у нас в сказках есть такое выражение «сим-сим, откройся». И там вот эти вот богатства несметные, у тебя успех. То есть ты получаешь доступ к несметным сокровищам. То есть сим-сим откройся, то есть успех-успех, откройся. Успех-успех, приди, дайся мне. На старом языке успех – это сим. А бир – это собирать, выбирать, забирать, то есть разбирать. То есть бир обозначает вот сбор, хранение и так далее. Поэтому вот это место, которое занималось тем, что забирало успех, оно и стало называться успеху-собиратель. То есть сим-бир. Сим-успех, бир забирается. Обалдеть. Понятно, да? Когда бы не подумала. И, соответственно, город Симбирск, когда его строили, как я и сказала, так как его строили в урочищах вот этого места в окрестностях, его стали называть, что, а, ну вот это поселение, которое возле Симбира, ну пусть оно будет в Симбирск. То есть люди уже издревле знали об этом месте? Да, они знали. То есть вот эта вещь, аномалия, она уже давненько здесь находится. То есть это древняя вещь. Вот. И именно вот это место, в котором мы стоим, есть Симбир. А Симбирск уже просто назвали в честь этого места. То есть сейчас это место бояться не стоит? Нет. Здесь спокойно можно ездить? Сто процентов, да. Проезжать, ничего не случится? Да. А что вот эти вот туманы густые, лешие? Это все получается... Да. Это люди просто пытались объяснить, почему вот это аномалия. Они кто домовой, кто леший, кто призрак, кто старое кладбище, души умерших, злятся. Да, да, да. Я читала про кладбище еще. Да. То есть люди просто пытались хоть как-то объяснить то, что происходит. На самом деле это в том мире, в параллельном, скажем так, в мире ангелов, скажем так, это выглядит как вот эта вот электрическая помеха, которая специально поставлена для того, чтобы вызывать поломку в организме, хоть у машины, хоть у человека, чтобы он здесь остановился, сказал, о, что-то у меня плоховато, я постою здесь, подумаю. Хорошо, виды красивые. И пока он стоит, у него отнимают зернышко успеха. Хорошо. Вопрос. Есть ли такие места еще у нас в России на трассах? Я не знаю. В этом-то и вопрос. Вот ты предложила, у меня всегда вопрос. А где-то же выдумки, как я привела с Шаманкой, скала Шаманка на Байкале, а где-то есть реальные места. Вот с этим местом ты попросила вот разобраться, можно ли разобраться и выяснила, что есть. А в других местах нужно прямо так же ехать и разбираться, да. И там уже также выяснять, правда или вымысел. Да, очень интересно, необычно, и получается, что это связано с историей города. Да. То есть это не просто какие-то выдумки про леших, про кладбище. То есть все это объясняется историческими фактами, названием города. Да, это заложено. Да, то есть и есть что-то свыше, что вот я, например, всегда ощущаю на себе, есть какое-то вот влияние извне, которое, ну, объяснить не могу. Я думаю, что мы с тобой немного позже поговорим на эту тему. Да, да, да. У меня есть очень интересные вопросы к Валентине, на которые, я думаю, она мне ответит. Ну, ты вот скажи, тебе было удивительно это узнать, неудивительно узнать, неожиданно, неожиданно, впечатлило, не впечатлило. Да, мне вообще было очень интересно это узнать, что это все-таки не вот. Я думала, что разгадка, она будет либо более банальная, либо здесь ничего нет. Но вот такого ответа я, конечно, ну, не ожидала увидеть, что это действительно связано с историей, что это все логически объясняет. Ну да, действительно, теперь как-то это уже более понятно, почему здесь происходят те или иные вещи, что здесь там не вот какое-то действительно там существо, какое-то черт выбегает на дорогу и всех пугает, хотя, ну, многие видят. То есть, понятно, теперь есть объяснение. Друзья, если вам понравился ролик такого формата, то обязательно поставьте лайки, и я думаю, что отправлюсь еще в какое-нибудь аномальное место. Ну, ты не пожалела, что ты вот выбрала время и сюда приехала, и вот, скажем так, морозишься для того, чтобы узнать эту загадку? Нет, потому что я очень люблю узнавать что-то новое, и тем более узнать вот такую историю. Никогда не подумала, что что-то подобное может вообще существовать. Да, в наши времена вот с наслоенностью разных мифов, легенд очень сложно выявить вот какой-то вот рациональный ответ на свой вопрос, который объяснял бы все. И здесь вот удалось все провести расследование и все вот до гвоздя разобрать. Мы уже в машине, вернулись из этого аномального места. Да, действительно, там есть необъяснимое, ну, уже теперь объяснимое явление, которое Валентина пояснила, рассказала. Оно даже с элементами исторической справки. И я хочу задать Валентине еще некоторые вопросы. О том, существуют ли в жизни людей черные и белые полосы? Есть ли сглазы, порчи? Можно ли человека настроить на то, чтобы у него в жизни происходили какие-то страшные вещи? И также, я думаю, вопрос задать такой личный. У меня вот часто в моей жизни выпадает число 666, причем в разных интерпретациях. Ну вот выпадает и все тут. Я также задам вопрос Валентине, хорошо это, плохо, стоит ли этого бояться или нет. И вопрос про суеверие, потому что у нас многие коллеги очень суеверны. Есть же такие у нас приметы, что нужно присесть на дорожку, нельзя шить в машине, ну и так далее. Но на эти вопросы Валентина ответит мне уже в следующем видео. А на этом мы с вами прощаемся. Да, ссылочка на канал Валентины будет в описании. Заходите, потому что там очень много интересных видео про загадки нашего мира, потому что Валентина следователь и она расследует именно загадки человечества. Поэтому переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на канал. А на этом мы с вами прощаемся. Всем пока, ставьте лайки и удачи вам на дорогах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok